Портал детали. Главные новости Израиля и мира. И на иностранцев. На людей, которые наблюдают за этим со стороны. Наш собеседник сегодня российский политолог Аббас Галямов. Аббас, здравствуйте. Добрый день. Рады приветствовать в нашем эфире. Здравствуйте. Да, почему-то давно мы с вами не беседовали. Я разговаривал на этих днях со многими своими близкими друзьями, которые живут в России, в основном в Питере, в Москве. В двух словах все в шоке. Люди начинают метаться, начинают удалять свои аккаунты в госуслугах. Некоторые понимают, что это абсолютно бессмысленная ситуация. Что значит удалять? То есть ты просто не узнаешь, что тебя присла повестка. Никто толком не прочитал этот закон. Если не ошибаюсь, там 56 страниц. Приняли его за два часа в трех чтениях. У меня большое подозрение, что депутаты его тоже не прочитали. А если прочитали, то, знаете, по диагонали то, что называется. Почему этот закон принят и о чем это говорит? Ну, очевидно, что без свежего пушечного мяса российские генералы. Известно, что главным лоббистом этого законопроекта выступало Министерство обороны. Администрация президента долго его тормозила, морозила. Собственно, поэтому и возникла ситуация, хватая мешки, вокзал отходит. А почему тормозила? Ну, потому что совершенно очевидно и ясно, каким негативным политическим последствиям это приведет. Ну вот, то есть тормозили, потому что пытались избежать мобилизации. Надеялись, что все-таки обойдемся профессиональными военными контрактниками. Последние месяцы очень активно стала рекламная кампания. Прямо буквально на всех возможных носителях реклама службы по контракту. В Москве даже расставили, знаете, такие точки, значит, такие стойки, как уличная торговля такая. Обычно это, знаете, перед выборами ставят такие стойки, на которых идут агитация. Но, кстати, не только в Москве. Я видел кадры и других городах. А, ну, может быть. Я видел несколько кадров из Москвы, поэтому, возможно, и других. Ну да, раз это централизованно делалось, возможно, по всей стране. Ну, в общем, в любом случае, они надеялись, что удастся набрать критическую массу свежего кушечного мяса, которое заменит то, которое уже было утилизировано. Но, в конце концов, когда вот уже перепекло, все, значит, фронт рухнет, условно говоря, завтра уже воевать некому будет. Ну, тогда вот и побежали. Вот тогда и помчались, и действительно стали принимать в такой абсолютно безумной спешке, нарушая все регламенты, все нормы. Но депутаты действительно, они прям публично жаловались, что не успели прочитать. Просили, дайте нам время. Дайте нам время. Не то, чтобы отказывать, но мы хотя бы должны прочитать, за что мы голосуем. И Володин их грубо затыкал, говоря о том, что вы саботажники, значит, и саботируйте важные государственные решения. А саботажникам место на фронте, да? То есть, будете плохо голосовать, пошлем на фронт. Но, кстати, этому закону предшествовал еще один закон, на который как-то, на мой взгляд, мало внимания обратили. Этот закон был принят, если я не ошибаюсь, там не ту неделю, не ту полторы назад, о том, что теперь можно привлекать срочно служащих для миротворческих операций. Насколько я понимаю, специальная военная операция тоже является миротворческой. Так что, как бы, заложена определенная база для того, чтобы прямо вот никаких контрактов теперь не надо подписывать, а просто взять и новобранцев, и срочников посылать на специальную военную операцию. Но сейчас и контракт разрешили подписывать сразу после школы. Вот. И поэтому раньше надо было, чтобы призвали человека, он отслужил три месяца, и после этого ему разрешалось подписывать контракт. А теперь вот призвали, на следующий день можно подписать контракт и уже ехать воевать. А как уж там командиры будут заставлять подписывать контракт, это тоже мы, ну, примерно себе представляем. Вот. Ну, в общем, все это делается, очевидно, значит, из-за того, что воевать некому. Желающих набрать по контракту не удалось, а, значит, основную массу, видимо, ну, других основ... Ну, раз по-другому, ну, то есть, если есть еще люди, то зачем этих там бежать в такой спешке новых набирать? Видимо, всех ранее призванных, уже не знаю, все 300 тысяч, о которых зимой рапортовал Шойгу, или там, так сказать, меньше, но очевидно, что значительное число уже для службы по каким-то причинам непригодное, и, значит, требуется новое свежее кушечное мясо. И причем, вот, как говорится, вчера уже. Поэтому вот помчались, и поэтому в спешке все это делают, невзирая на эти опасения, которые есть в администрации президента по поводу, значит, всплеска недовольства, совершенно очевидно, что всплеск этот будет во время первой волны мобилизации. Мы это видели, значит, ну, помимо таких очевидных вещей, как массовые поджоги военкоматов, например, и протесты в некоторых регионах, таких как в Тагестане, например. Но сейчас за поджог военкоматов такой хороший срок дают, что, я думаю, сейчас отобьют охоту. Ну, конечно, в целом все эти репрессии, конечно, уменьшают число желающих протестовать, и, значит, поэтому я не говорю, что прямо сейчас вот случится революция. Но социальная вот база режима будет, безусловно, уменьшаться. Значит, в октябре прошлого года, вот в сентябре началась мобилизация, и в октябре Левада-центр задал тот вопрос, который он регулярно задает респондентам по поводу того, вы за мирные переговоры или за продолжение войны, то, что называется, за войну до победного конца. И если в сентябре до начала мобилизации соотношение было примерно один к одному, где-то в районе 44-45% каждый вариант набирал, то через месяц, в октябре, значит, число сторонников мира взлетело с 44-45% до где-то 58-59%, то есть почти 60%, стало почти 2 трети. Вот, а число сторонников войны до победного конца упало до 1 трети. Вот с 44-45% примерно до 33-32-33-34%, где-то так. Вот, то есть резко вырос запрос на мир, и упала популярность войны. И сейчас, конечно, произойдет то же самое. То есть Кремль именно поэтому все и тормозил. То есть он надеялся, что, может быть, как-то все-таки получится без этого. И держали до последнего, ну а теперь уже помчались, потому что, ну, видимо, припекло настолько, то есть людей там настолько не хватает, что есть угроза серьезных поражений. А как вы считаете, как это будет происходить на практике? Я понимаю, что это вопрос не столько политологический, просто насколько мы понимаем компьютерные системы, единые, которые могут, так сказать, реализовать этот закон, но они есть в центре страны, они есть там в Москве, в Питере. Мы знаем, что во многих провинциальных военкоматах там компьютеров-то толком нет. То есть как это все говорили, что это будет привязано вот к единой системе, вот которая существует там по взыманию с должников налога на добавочную стоимость, которую когда-то разрабатывал сам Мишустин. То есть на ваш взгляд это можно будет реализовать достаточно быстро? Ну давайте я не буду притворяться специалистом в том, чем я, очевидно, специалистом не являюсь. То есть каким-то образом реализуют. Надо понимать, что у них было полгода, то есть то, что у них не хватает компьютеров и всего такого прочего, стало понятно уже в сентябре прошлого года, когда они первую волну мобилизации готовили, так что выпускали. Так что вот время для покупки компьютеров и подключения к интернету у них было полгода. Но в целом президентское поручение тогда было дано в конце прошлого года по поводу подготовки вот этой единой базы. И там срок исполнения стоит апреля 2024 года. То есть, строго говоря, какие-то элементы системы, наверное, пока не готовы. Иначе бы срок исполнения поставили бы раньше. Но какие-то элементы, очевидно, готовы и их будут запускать уже сейчас. А как вы думаете, вот так называемые релаканты, те самые беженцы от войны, которые рассеялись по всему миру, это Армения, Грузия, Казахстан, Арабские Эмираты и так далее, они там теперь останутся навсегда или попробуют дернуться и вернуться в Россию для того, чтобы, может быть, успеть, пока не вступило в силу это решение, так сказать, в полную меру продать свое имущество? То есть, к чему это приведет в плане беженцев от войны? Ну, строго говоря, тоже не вопрос к политологу. Поэтому уверенно отвечать за этих людей я не буду. Но в целом скажу, что, конечно же, это все является императивом для того, чтобы туда не возвращаться. То есть, там же система теперь какая? Тебе отправили повестку и все, автоматически ты этим самим решением, ты еще даже не получил эту повестку. Но вот в момент отправки считается, что ты уведомлен и тебе закрывается выезд за границу. То есть, ты приехав туда, значит, обратно можешь и не выехать уже. Сейчас этот риск становится абсолютно реальным. И поэтому тому, кому совсем не в Магату надо ехать, они, наверное, поедут. Но в целом вероятность того, что люди начнут возвращаться, уменьшается. Не могу не задать вам вопрос по поводу видео, которое появилось в соцсетях, которое взбудоражило всех, как пишут ООН в шоке. Все в шоке. Это видео, на котором отрезают голову буквально в прямом эфире украинским военнопленным. Еще не доказана подлинность этих видео. Но, тем не менее, значит, по некоторым данным оно не совсем свежее, поскольку там, так сказать, зеленая трава присутствует. Почему, на мой взгляд, это видео появилось именно сейчас? И связано ли оно, это уже вопрос к политологу, связано ли это с постепенным и верным усилением Пригожина и его ЧВК? Вот мы видели, недавно Пригожин встречался там и в Думе, и в Совете Федерации. То есть, человек становится такой совершенно публичной фигурой с явно политическим оттенком. Ну, на самом деле, Пригожин на его звезда сейчас тоже заходит. Значит, по-настоящему он влиятельным был во второй половине прошлого года. Ну, осенью прошлого года, в момент, когда официальная армия терпела поражение, сначала под Харьковом, потом под Херсоном. И Пригожин представлялся, видимо, Путину в тот момент какой-то такой спасительной альтернативой, которая, в отличие от этих криворуких бездельников, умеет воевать. И тогда Пригожину были, конечно, даны самые широкие полномочия, и он с удовольствием этим воспользовался. Он стал главным действующим лицом российской политики конца прошлого года. Он влез в конфликты со всеми, начиная от армейского генералитета руководства Минобороны и заканчивая губернаторами, Медведевым, администрацией президента. Ну, то есть он, конечно, оказался очень конфликтным персонажем. И, собственно говоря, в конце концов, поэтому Путин его зимой крылья ему подрезал. То есть и в части снабжения военного снабжения... Это именно Путин подрезал? Ну, конечно. Это инициатива генерала? Ну, понятно, что генералы ходили, жаловались. Но окончательное решение, конечно, путинской генералы не в состоянии таких решений принимать. Ну, то есть, например, как генералы могут запретить пускать его на телеэкраны? А запрет был. Как генералы могут запретить ему входить в кабинеты в правительстве или в Кремле? А запрет был. Там пригоден сам жаловался, что отключили спецсвязь, что пропуска аннулировали, теперь ни в один кабинет не могу попасть. Вот. Поэтому, очевидно, что Путину нужны воюющие люди, и Вагнер воюет. Но, значит, Вагнер все-таки теперь, ну, то есть политически он, если не полностью обнулен, но в значительной степени Пригожин и Вагнер это уже совсем не те, кем они были осенью, когда они представлялись такими, знаете, спасителями отечества и прямо-таки, ну, апологетами нового курса. Знаете, вот я думаю, что Пригожин, ведь, строго говоря, как диктатор может править с опорой на силовой ресурс? В принципе, существует, ну, два варианта. Первый, который используют в подавляющем большинстве случаев, это такие официальные силовики, ну, там, НКВД, ФСБ, Гестапо и Куритаты румынские, ну, вот, значит, такие официальные структуры силовые. Вот. А есть второй вариант, когда в качестве основы власти используются какие-то вот парамилитарные группировки, ну, типа Тантон Макутов, например, у латиноамериканского, это гаитянского диктатора Дювалия, да, или, ну, там, что нам далеко до гаитих ходить, это капричненная, значит, Ивана Грозного. То есть, это не очень социализированная, не очень оформленная какая-то масса, которая присваивается к функции не только силовые, но и политические, значит. И вот с опорой на эту массу обычно это представители каких-то маргинальных групп населения, которые, так сказать, антиэлитно настроены. Вот. Правитель правит, развязывает такой террор. Ну, и можно вспомнить Хунвебинов времен культурной революции, да, Мао, значит, огонь по штабам, что называется. Вот. И мне кажется, что Пригожин в какой-то момент, ну, вообразил себя, вот, что он создатель нового такого порядка на Руси, что называется. Да, и что именно он станет вот той опричненной, опираясь на которую Путин будет править, подвинув вот этих всех официальных силовиков, которые оказались явно не в состоянии выполнить стоявшие перед ними задачи. Но Путин, значит, предпочел традиционный подход, предпочел государственную бюрократию, иерархию. И вот чтобы Пригожин все это не расшатывал, он крепко получил по рукам. Самое главное, ведь ему даже доступ в тюрьмы закрыли. Это основной источник пополнения людскими ресурсами, который для него был в последнее время. И он жаловался на перебои в подставках боеприпасов, поэтому его армия гибнет там пачками. Кстати, скажите, на ваш взгляд, вот почему-то мне кажется, что последнее время, может быть, я ошибаюсь, как-то сошел с первых ролей из экранов телевизоров руководитель Чечни. То есть раньше же он тоже на Кадыров, во всех дырках затычка был, а сейчас как-то... Да, просто... Ну, просто что, вот ему сказать умного нечего больше, да? Ну, дело уже просто, видите, дошло до реальных боевых действий. Там свою воинственность надо показывать на поле боя. Ну, иди, побеждай на поле боя. Что ты тут руками размахиваешь телекраны, понимаете? А там не получается побеждать. Ну, то есть его котировки, конечно, резко упали за прошлый год. То есть если раньше было принято считать, что именно чеченцы, кадыровцы, это, значит, чемпионы мира, то теперь выяснилось, что вовсе нет, что россияне не должны бояться, а украинцы должны бояться, что ВСУ круче, чем кадыровцы. И в этой ситуации, значит, ну, Кадырову просто нечего предъявить, что называется. Поэтому вот он и в растерянности, и в новой модели управления он не сформировал, а старая перестала работать. Вот. Но мы ушли чуть-чуть в сторону. Вы же меня спросили про эту отрезанную голову, да? А, значит, а потом мы переключились на Пригожина. История с головой. Кстати, источник Осечкина, один из беглых вагнеровцев, которых Осечкин принимает там на Западе. Осечкин это руководитель правозащитного проекта «ГУЛАГУ-НЕТ», который долгие годы боролся с произволом в российских силовых структурах и, значит, специализируется именно на силовиках, что называется. Вот. И какое-то количество вагнерцев туда к нему перебежало на Запад. И один из них, Осечкин рассказывал, опознал, значит, голоса людей, которые там вот отрезают голову украинцу. И это вагнерцы, да. Ну, он сказал, что это вагнерцы. Значит, конечно, строго говоря, все это происшедшее является очень сильным ударом по интересам Кремля, российских вооруженных сил. То есть это для них совершенно контрпродуктивная история. Так а не может быть это своеобразным ответом Пригожина? Вот такой вот за те обиды, которые вы только что красочно описали. Ну, то есть он пытается, вы предполагаете, что Пригожин таким образом пытается... Поднять свою значимость. Давай, давай так. Но значимость он тут не сильно поднимет. Он всех подставил, надо понимать. Смотрите, сейчас что произошло? Самым наглядным, ярким образом к нему миру продемонстрировано, что это не просто война за территории какие-то там, да. Это не война по поводу того, кому будет принадлежать Крым и Донбасс. Бог бы с ними, что называется. Это война между цивилизацией и варварством. Война между... Это где-то социальный конфликт. Ну, то есть либо это будет мир, где можно отрезать людям головы, либо это будет мир, которым людям головы отрезать нельзя. И в этой ситуации, понимаете, вот на Западе идет борьба за общественное мнение западное, которое изначально поддержало украинцев, да, но оно не должно иммобилизоваться. А тут как раз происходит рутинизация войны, значит, и все громче раздаются голоса в Америке, например, из лагеря республиканцев уже, да, что, дескать, ну, хватит уже финансировать все это. Они между собой разбираются, что-то там, да, Крым делят. Вот. О чем мы там все это отлачиваем постоянно? И сейчас как раз вот эти республиканцы и все прочие Путин-Хорштейры, так сказать, европейские, они вынуждены будут на время подукиснуть. Потому что, ну, то есть, понимаете, Байден сейчас гораздо проще с ними будет разговаривать. Ребята, вы что, вы видите? То есть появился Пригожин с ведром бензина, плеснул его в костер. Ну, Пригожин или кто-то. А может быть, что он тем самым намекает? То есть, ребята, у меня еще в кармане много интересного. То есть он же явно владеет очень интересной информацией. То есть какая-то доля угрозы. Я не знаю. Он в целом ухудшает ситуацию для всех. Для себя, для Шойгу, для Путина. Понимаете, если бы вот он, это был вред только для Шойгу, там, да, то можно было бы не сомневаться, что, ну, Пригожин за этим стоит. Но он ухудшает ситуацию вообще для всех. Потому что главным следствием этой истории станет то, что, значит, ну, просто там дополнительные порции снарядов для хаймарсов приедут в Украину. Новые танки появятся. Может быть, самолеты там, да. Ну, то есть, еще раз, в целом, сторонникам поддержки, активной поддержки Зеленского сейчас легче будет спорить со скептиками у себя там, значит, в Конгрессе, в Британском парламенте, значит, во Французском национальном собрании. И, ну, в общем, везде. Да, вот. И это, ну, это же бьет и по Вагнеру, и по эти же хаймарсовские снаряды, и туда полетят и где Вагнер находится. Ну, то есть, это контрпродуктивно. Поэтому я бы не стал искать здесь вот какого-то тайного умысла. Хотя, ну, надо додумывать, честно говоря, вот эту вашу версию. Значит, может быть, я какую-то логику в ней и найду потом. Но пока все-таки я склоняюсь к тому, что это просто, ну, где-то на каком-то уровне, там, просто какие-то идиоты это сделали. Ну, просто вот императив сам, который людьми двигает, который, ну, даже, наверное, людьми нельзя назвать, не людьми, двигает, понятен, да, вот они не могут выиграть. В них кипит злость, ненависть такая, да, и хочется на ком-то ее сорвать самым там жестоким образом, а тут вот пленный подвернулся. Вот. И хочется там всему миру продемонстрировать, что мы победители там, да, мы их не боимся, мы их вон как, да. То есть, просто взять, пойти захватить Бахмут не получается, ну, а человеку голову отрезать получается. Ну, как говорится, песок плохая заминатство, ну, давайте хоть и это сделаем. Ну, то есть, это просто вот эмоции, которые в людях сидят и которые не контролируют их, которые действуют, собственно говоря, ну, на зло самим себе. Ведь на их же самые головы прилетят потом эти снаряды, значит, хаймарсовские, которые получат украинцы благодаря этой отрезанной голове. То есть, люди, ну, наносят непоправимый ущерб сами себе, но действуют вот таким образом, потому что, ну, просто не умные, во-первых, а во-вторых, ну, не в состоянии контролировать свои эмоции. Да, поэтому вот там, где такие эмоции бушуют, ну, нет необходимости искать какую-то логику и, там, пытаться какое-то второе дно найти. Может, ничего этого и нет. Хотя, повторюсь, может быть. Ну, то есть, Пригожин действительно обижен, действительно утекло от Пригожинцев, да, и поэтому, ну, такая версия, наверное, имеет право на пришлое. Его же могут сейчас вообще начать сливать уже по-серьезному. То есть, пока что там аннулировали пропуска, это же только первая ласточка, он же не дурачок, он понимает. Вот, на самом деле, да, и когда он вот так подставляет всю систему, ну, он опять же удар по себе наносит. То есть, сейчас все бросятся, Лавров, там, в первую очередь, Путину, со словами. Ах, беда, Владимир Владимирович, весь мир опять против нас ополчился. Только-только мы там, значит, начали там протаптывать дорожки, все опять на нас там давит со всех сторон. И кто виноват? Пригожин виноват со своими головорезами. Вот, и у него самого проблемы могут возникнуть. И в этом смысле, ну, происшедшее ему, наверное, не очень выгодно. Хотя Пригожин, очевидно, не настолько умен, чтобы всегда понимать, где его, собственно, интерес лежит. Да, это мы поняли прошлой осенью, когда вот он почувствовал, что он держит Бога за бороду, значит, что он такой спаситель Отечества. Брой спустился во все тяжкие и начал, значит, создавать конфликты со всеми. Вот я перечислял, со всеми. То есть, когда ты, начинающий политик, ты входишь в политику, ты должен создавать коалиции. А он переругался со всеми, ни одной коалиции не создал, по сути, если исключить там клоуна Мирона, значит. Да, с которым он обнимался недавно. Да, да, да. Ну, да, да. Но это он как раз когда почувствовал, что слишком много врагов до него уже дошло, вот он тогда там кого-то нашел, но только вот такой маргинал, как Миронов, соглашился на это. А все остальные уже от него подальше, как от чумы. То есть, он очевидно действовал во время самому себе тогда. И в земле он столкнулся с последствиями своих собственных осенних действий. И поэтому и сейчас он тоже может действовать во время самому себе. И может, действительно, он на зло бабушки от морожью уши, так сказать, слил это видео. Вот вам, негодяя, так сказать, не доставайся же ты никому. Но в результате пострадает сам. А вот мы сейчас говорили о реакции внешней также, да, на это событие, на это страшное видео. А на ваш взгляд, на россиян это производит какое-то впечатление? Или им все расскажут очень быстро, Соловьев расскажет, что это фейки, это все нацисты и так далее? Ну, это он-то расскажет, с него останется. Но кто-то поверит, а кто-то не поверит. То есть, в целом, конечно, это не укрепит позиции российских властей в общественном мнении. Ну, и, конечно, к революции тоже не приведет. Какая-то часть аудитории, да, еще больше, вот те, кто уже начинали сомневаться, так сказать, в правомерности происходящего, но они отшатнутся от власти еще больше. Ну, поскольку в целом сейчас везде царит страх и ужас, и никто свое недовольство не выражает, ну, пока это не будет видно, не будет заметно. То есть, отчуждение, пропасть между народом и властью, выражаясь фигурально, она углубится. И в этом смысле, ну, это вот формирование предреволюционной ситуации, которая сейчас идет, оно продолжится, да, и голова отрезанная, конечно, этому поспособствует. Но это не то, чтобы прямо сейчас взорвалось. То есть, взорвется это вот в какой-то момент, когда все-таки режим дрогнет, когда станет понятно, что он резко слабеет. Может быть, это произойдет в результате каких-то военных поражений. Может быть, через год во время выборов. И вот когда люди почувствуют, что можно свое недовольство выразить, вот тогда припомнят все, в том числе и эту голову. Если позволите, последний вопрос. У нас осталось пять минут времени. Мы в свое время вас все поздравляли с высоким званием иноагента, который вы получили, так сказать, это такой знак качества, да. Но вдобавок к этому, сравнительно недавно, вы получили дополнительный привет с Родины. Вас объявили, против вас возбудили уголовное дело, вас объявили, если не ошибаюсь, международный даже розыск. Нет, не межаловное. В обычный розыск. В обычный розыск. Вопрос мой следующий. А как выбирают жертвы? Ну, иноагентами понятно. Там, в принципе, любого можно объявить иноагентом. Вот недавно, кстати, там иноагентом стал человек, которому вменили получение денег от Гугля за YouTube программы. То есть, в принципе, под эту марку может любой попасть. А вот именно уголовное дело. Вы же были внутри системы. Вы работали в администрации президента Башкирии. Вы работали в администрации президента России, если не ошибаюсь. То есть, почему выбрали вас? Как, знаете, помните, говорили, мне нужен труп, я выбрал вас. Ваш приятель Фантомас. Ну, вот такие в 70-е годы шуточки ходили. Ну, где я до этого работал, большого значения не имеет. Значит, они же выводили дела не по статье о фейках про российскую армию. Нет, но имелось в виду, что вы были свой и вдруг переметнулись на другую как бы сторону условно. Ну, я перестал быть своим давно. Я их критикую уже много лет. Вот. Поэтому то, что, повторюсь, я там свой, сейчас это не имеет значения. Сейчас уже не свой. Сейчас, ну, моя личная публичная позиция им не нравится. Значит, ну, то есть это против меня как физического лица, так сказать, действия. Ну, вот интересно, что в основу дела легло мое интервью, данное год назад, в апреле прошлого года. Интервью одному украинскому телеканалу. И получается, что вот год они как бы этого не замечали, да, а потом раз и возбудились. Значит, очевидно, что просто команда пришла, да, до этого команды не было, а тут вот она поступила. И вот то, что команда пришла, она для меня послужила, вот этот факт послужил для меня таким индикатором, еще одним индикатором того, что контроль над политическим процентом переходит из рук Кремля, администрация президента в руки силовиков, отобеда, СССР. Знаете, в Кремле сидят люди такие технологичные, да, и они понимают, что возбуждение уголовного дела против человека, которого ты не можешь достать, ну, контрпродуктивно, в том смысле, что достать ты его все равно не достанешь, он за границей, а, значит, а зато ты его прорекламируешь. Ну, то есть в условиях теряющего популярность и становящегося все более нелегитимным, нелегитимным, репрессивного режима, репрессивность которого все более очевидна в обществу, уголовное дело является, по сути, рекламой для того, против кого оно возбуждается. И долгое время Кремль, который, конечно, ненавидит меня неменький, чем ФСБ, но он просто понимал, что, ну, зачем мы врага будем рекламировать, да. А чекисты, они же политики не разбираются, они бесконечно далеки от всего этого, они все политические проблемы решают, значит, с помощью арестов, это их политический инструментарий, да, и такие категории, как легитимность, там, реклама, там, да, но это вообще не язык лексикона. Да, с их точки зрения, вот, ну, есть враг, значит, надо возбудить уголовное дело. Будет от этого в системе пользы, не будет, рейтинги вверх, вниз, там, да, это вообще, знаете, дело никакого нет, но, повторюсь, ну, они про это не думают вообще. Ну, и заодно, если запугать, запугать людей все-таки дополнительно. Ну, опять запугать, это их привычка, это они любят, вот. То есть, Кремль всегда споставляет, мы больше получим плюсов, значит, в виде делегитимизации самих себя и рекламы врага, или получим минусы, вернее, в виде делегитимизации себя и рекламы врага, или плюсов в виде, там, запугивания остальных. А чекисты, они просто вот запугивание видят, а минусов они вообще не видят. И тот факт, что вот долгое время Кремль, ну, то есть, против меня дело не возбуждалось, и Кремль, я воспринимаю, как то, чтобы окончательное решение было за Кремлем, и тот факт, что сейчас возбудили по старому интервью годовой давности, ну, я воспринимаю, как доказательство того, что сейчас мнение силовиков имеет больше вес, Кремль уже с ними не спорит. Понятно, почему? Понятно, почему, что если ты будешь один раз заблокировал чекистское решение, второй раз заблокировал, третий раз заблокировал, ну, так в конце концов, они на тебя Путин нажалуются, да, и Путин же тоже в глубине души чекистский, тоже Кремль же видит, что он движется в сторону вот этих чекистских силовых методов, и он в конце концов скажет, Кириенко или там Вайна скажет, «Слушайте, а что у вас творится, почему вы врагов народа, так сказать, не защищаете?» «Вы, да, вы…» «Не даете людям работать» «Да, но что за гнилой либерализм-то? Вы вообще за кого?» «Да, и все, и тут они же вспоминают, что когда-то в 30-е годы они же первыми были ходоками, так сказать, следователям». То есть каждый из них, в принципе, под боем может оказаться. У тех же самых чекистов уже окажется в качестве допрашиваемого, а не в качестве политического конкурента. То есть история, как учили классики «Движется по спирали», да, и вот 37-й год. Да, и поэтому они перестали спорить, и поэтому они перестали спорить, ну, спокойнее будет, так сказать, себе, да. Уголовное дело хотите? Да, давайте уголовное дело, мы не против. Вот и все. Спасибо. Спасибо большое, Аббас Галямов, политолог. Спасибо за это интересное мнение, интересное интервью. А наша программа подошла к концу. Велаю Александр Гуралье. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok